Так, Макс, ну я рассказывать, наверно, буду почему, чтобы ты понял, что я сначала, значит, я именно про неё говорю. Значит, сочина вот этой накладки резины, она должна быть настолько тонкой, чтобы, проминая до конца, она должна проминаться достаточно легко. Она заполняла пространство между костяшками. Она заминаться должна ещё до того, как боёк соприкоснётся, то есть она должна быть достаточно мягкой. То есть, когда только начали продавливать, она уже должна позволить костяшкам пальцев сюда тронуться до материала байка, то есть до дерева. Сейчас ты знаешь, что происходит, много нового для себя. Что происходит? Это позволяет зафиксироваться руке на мишени и не скользить по доске. Если была просто доска, вот эти микросдвиги, как это показываешь? Вот нас стрелочками показывают. Вот эти сдвиги. Они приводятся к тому, что возникают микротравмы вывесом кожи. Здесь же что получилось? Мы нажали, но это быстро происходит. Оно заехало туда и зафиксировалось. И то есть, уже когда мы дальше бьём, уже рука сама стоит на доске жёстко и не ездит. Вот такая как бы суть основная. Ну что касается вот этого материала. Не знаю, как это ты будешь отражать-то? Думай. Я это всё напишу. Но чем это будет иллюстрироваться? Думай сам. Сейчас в любом случае будем тебя снимать около Макевара и не будем об этом заморачиваться вообще. Потому что мы в мобильной, в любом случае, я сел доехал до Иваново и снял Макевару целый день. У меня есть где снимать. Причём отличный зал, где она стоит очень хорошо. Это раз. Два, у меня на улице есть она, где она стоит хорошо. Поэтому тут у нас руки развязаны абсолютно. Сейчас мы работаем. Дальше что? Значит, на начальном этапе, вот когда мы начинаем только по Макеваре бить, у неё должен быть достаточно большой холостой ход, который делается без нагрузки. То есть даже вот пальцем я продавливаю. То есть вот он стоит, и я пальцем тихонечко нажимаю, продавливаю где-то два сантиметра. А если вот так вот даже покачать, то она где-то пружинится миллиметров на шесть. Это что позволяет? Если Макевара была бы очень жесткая, то сразу мы убили как будто в стену. И антранзитами не проходило. А сила должна постепенно нарастать. То есть мы убьём, она достаточно легко проходит сантиметров шесть, и только потом очень быстро повышается нагрузка. И на самом отбойнике она становится пиковой. Именно так реагирует сам тело человека. Почему конструкция такая? Она как раз имитирует что? Вот это сам баёк, это либо грудная клетка, либо стенка живота. То есть получается, а это позвоночник. То есть фактически мы должны по направлению в сторону позвоночника пробить переднюю стенку живота, либо ребра, сломав либо ребра, либо пробив живота. Если мы туда транзит... А ещё раз, можно это показать? Транзитконтамина. Как раз очень хорошо была левая рука вот здесь, да, очень в тенок. Может быть вот тут, на самом деле, да, да, да. Ну получается, что когда мы доминаем... Понимаешь, я как раз вот это больше буду рассказывать, потому что Сергей сейчас всё покажет, по сути. Как двигаться, как... Я, конечно, тоже сделаю столько, чтобы у нас с ним несколько разнятся подходами, потому что у всех свой опыт свой, у него свой опыт, у меня свой. Но по сути и прочему похожи. Вот. Дальше. Я готов. Значит, я сейчас про постановку кулака поговорю. Кулак сам ставится, если мы работаем на прямую технику, не так. Не так, нет. Немножко под углом. Почему? Потому что он по конечному положению будет вот здесь. Ага. Если мы здесь его доводить будем, то этот ход получается, вот этот ход, уже будет кулак довернут. А кулак должен довернуться в самом конце мишени. Мы реально, когда на макивале работаем, его не доворачиваем кулак. Просто кожа, ну тут, дерётся. Поэтому кулак остаётся с промежуточной флайной. Это для удара Сейкен-Черковский. Топробуем. Это важный момент. Удак. Удак. Поставим. Вставляем. Сейчас ещё. 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 Ну, работает. У меня, кстати, есть описание видео, это все, я если что, тебя сапсутирую даже, по тексту там озвучка была, ну как бы понятно, что оттуда забудешь, про что я рассказывал. Сейчас я еще один хочу сделать, вот этот вот, который просто прямой, прямой-правочный. Как типа не надо делать? Нет, как раз про недовернутый курс. И точно так же показать, что это боксерская тренция. Это манер, все так же. Подверг, он говорит, на вашей макеварке они будут снять? Да, занимается. Меня это очень радует. Базарнее, это уж точно. И суть-то в том, что он не просто стукнет два раза и там дико, но она не занимается. То есть он ее прочувствовал. И интересно то, что будет отзыв, он еще поработает полгодика, и это самое ценное будет отзыв. Вот. На чем остановился я? Да, на этой технике. Значит, расстояние до макевары. Сейчас, смотрите, три типа. Первое. Это очень хорошо, что ты говоришь, что можно потом еще доснять, потому что я, конечно, подготовил план, но я думаю, что в процессе появится еще куча моментов. Да. Интересно. По-любому. Да, круче. Значит, с набивкой, с закалкой по столу. Значит, при закалке мы работаем по самой поверхности. То есть удар приходится в самую кромку макевара, пробиваем только саму накладку. И сам удар концентрируется в середине доски. А посмотри на меня еще раз. В середине доски. Сейчас, еще раз. Еще. Есть. Нормально, середине доски. То есть, ну, я для тебя тоже буду рассказывать это время, тебе интересно. То есть... Ну, я очень внимательно слушаю. Да что получается. Ну, я очень молодой. Я когда еще могу послушать лекцию от Шилова по-братски? Не послушаешь, когда приедешь ко мне. Ты что, посередешь, что меня поснимаешь? У меня как раз все это стоит. Вот. То есть, когда мы набивкой только занимаемся, то мы по поверхности бьем. Даже если бьем очень быстро и сильно, то удар приходится по самой поверхности. То есть, боем почти не колебаться. Это идет со закалкой. А можно еще раз ходить? Удалить. Ага, еще раз. Еще раз. Есть. То есть, видишь, она почти не качается? Даже по поверхности. Потому что не внутрь. Это закалка. Это мы отрабатываем именно кожу, клетчатку подкожную. Если по доске плохо будет, надо что-то обязательно. Она все равно пружинит немножко. И поэтому демпфируется это дело. Вот. С дистанцией, поэтому какая должна быть? Чтобы мы, как бы вытянув руку полностью, доставали до нее до конца. То есть, вытянувшись уже с приема, видно, наверное, хорошо, что буквально сантиметр. Но вот этот надо сейчас отдельно не снять. Можно еще раз второй вопрос указать вот эту глубину? Да. Это поверхностная набивка. Значит, дальше суть в чем? Сила действия и совравное противодействие. Сколько мы боев загибаем туда, ровно на ту же глубину, он с обратной волной прорабатывает, дает акцент нам в руку. То есть, если мы загибаем настолько, то значит, акцент будет вот здесь. Настолько пробиваем, акцент будет вот здесь. То есть, как раз по совету макевары. Сколько забили, именно туда она вернет свое главное воздействие. Поэтому, чем мы глубже пробиваем ее, и там оставляем руку, тем у нас глубже прорабатывается кулак. Если бы накладки не было, но ты уже для тебя рассказывал, накладки не было, то мы бы, чтобы забить макевару вот так, мы должны были бы бить очень сильно. И у дилетанта рука не подготовлена. Он в итоге очень долго будет бить по поверхности, разобьет все руки, но так и не научится постановочно бить достаточно сильно. Только мастера, посвятившие десятилетиями все это делают, они сначала как бы набивают себе самую поверхность, потом глубже, глубже, глубже. Мы идем по другому пути. Нам хочется быстрее. Это научный подход. Поэтому мы работаем таким образом, что одновременно сразу мы начинаем прорабатывать и поверхностные, и более глубокие структуры. Поэтому прием сам делается более медленно, но продавливающий манер. И вот сколько я продавливаю, туда мне сейчас действует. На этом внутреннем, в этом месте скрепляется кубах. Есть, да? Угу. Соответственно, когда мы пробиваем вот таким вот образом, да, почти до конца, у нас хорошо скрепляется запястье. У нас запястье. То есть очень как бы это легко померить, сколько мы туда загнули, над краем макевары, там мы собственно говоря проработали. И в самом конце, конечно, уже начинается постановка. Ты что снимаешь? Я все снимаю. Ну что там выберется? Постановка. То есть здесь уже как бы прошлось на запястье. Если мы уже пробили до конца, то есть уже запястье не гульнет. Потому что оно гульнуло бы вот здесь, в этот момент, когда проходили этот срез. Как уже прошли дальше, то есть уже не сломается запястье. И здесь пошел мотокцент уже изглудари по бойку, по мототбойнику. То есть если мы хотим работать на пробой, то мы встаем к макеваре таким образом, что мы достаем до нее. Либо мы сразу встаем в это положение. Могу так встать? Сейчас надо с тременки снимать. Ага, давай. Видишь, я говорю, а ты мне говори, как мне встать, чтобы было лучше видно. Потому что на самом деле я очень все это сокращаю. Я к макеваре могу рассказывать с часами. Потому что методика очень серьезная, большая. Слава Богу 15 лет занимаюсь этим. В принципе, вот то, что Серега показывает все. Я прямо рад.